Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажем. В Караганде прошли семейные соревнования. Как родители и дети добежали до финишной прямой, смотрите в репортаже Амины Смаковой. Стихийная торговля обрела цивилизованный вид. Три благоустроенные торговые точки для дачников появились в районе имени Казбекби. Их установили согласно подписанному меморандуму между районом Акиматом и компанией «Эфес Казахстан». Таким образом, местные власти пытаются улучшить внешний облик города и оказать содействие местным товаропроизводителям. Вот сижу с укропом, копеечку заработать на проезд, на дачу ехать. Алина Черневская – дачница с 10-летним стажем. Что вырастила у себя на огороде, все на продажу. Благо теперь для местных дачников созданы все условия для удобной, а главное – безопасной торговли. Обустроены прилавки с навесом, серьезное подспорье торговли с земли. Под забором ящик на полу пришли, выгнали, пошли. Ушел Акимат, опять мы пошли к забору, вот так мы торговали. А сейчас большое вам спасибо, люди, которые за нас побеспокоились. Согласно меморандуму, подписанному еще в прошлом году между Акиматом района имени Казбекби и компанией «Эфес Казахстан», в городе появились три обустроенные площадки для выездной торговли – 29 прилавков на 87 торговых мест. Здесь уложили брусчатку, установили декоративные ограждения и урны. Аренда за место не взымается. Главное, чтобы продавцы содержали точку в чистоте и порядке. За качество же реализуемой продукции будут следить уполномоченные органы. Торговые места утверждены постановлением Акимата города. Информация о этих местах есть в районной санэпидемстанции. То есть они в рейдовом порядке, время от времени, которые с нормативами делают проверку и проверяют соответствие на число продаваемой продукции. Торговые площадки расположились на 45-м квартале в районе магазинов «Мечта» и «Юбилейный». В следующем году, согласно меморандуму, в районе появятся еще две благоустроенные точки для выездной торговли. Самое главное, что это проект направлен на улучшение жизни горожан. Потому что как и продавцов, в первую очередь, конечно, так и покупателей, что цивилизованные формы торговли приобретают. Ирина Камышова, Болжан Алипов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский. Секрет долголетия Таукела Амирова. Карагандинцу, ветерану Великой Отечественной войны, заслуженному учителю Республики Казахстан, исполнилось 95 лет. В гостях у старожила побывал наш корреспондент. В день юбилея Таукена Амирова поздравил Аким города Караганды Мирам Смогулов и его заместитель Ирина Любарская. Приветствия, поздравления и, конечно, подарки. Жизнь полная неординарных событий у Таукена Амирова. Она не баловала его. В 20 с небольшим воевал на Белорусском фронте. Войну закончил не как все в 45-м, а в 48-м году. Имеет ордена, медали, с улыбкой говорит, что его ученики стали академиками, а он остался учителем академиков. В своей 95 Таукена Амиров каждый день делает зарядку, каждый день выходит на прогулки, интересуется политикой и экономикой страны, ведет общественную работу, некогда думать о старости. За плечами статьи, книга «Крах легиона» и, конечно, семья. 12 внуков надо воспитывать. Какие годы? Человек должен быть востребован, и тогда никакие хвори к нему не пристанут. Спасибо Акиму города, Мираму Смоголову, спасибо заместителю Барской имени Юрьевны, что пришли поздравили с юбилеем папы. И, конечно, самые искренние пожелания от первого Карагандинского. Будьте здоровы и приглашайте на следующий юбилей. Пустующие многоэтажки Тимиртау восстановят. Такое поручение отдал глава региона Баужан Абдежев во время рабочей поездки в город Металургов. В частности, речь идет о многоэтажках 9 микрорайона. До 1 июля здесь установят ограждение, сделают освещение и поставят пункт охраны. Восстановлением зданий, возможно, займется компания, которая арендует эти дома. План мероприятий фирма должна будет предоставить до конца июня. В 70-м квартале Тимиртау тоже планируют восстановить пустующие дома. Глава региона дал поручение провести анализ и подготовить предложение по решению этой проблемы в трехнедельный срок. Рабочая поездка Акима региона продолжилась посещением завода по выпуску кронин-пробок для слабоалкогольных и безалкогольных напитков. Постоянными партнерами этого предприятия являются крупнейшие производители пива и напитков Казахстана, России, Узбекистана и Киргизии. А с прошлого года начаты поставки кронин-пробок в Португалию. Кроме того, здесь планируют запустить линию по производству жестяных банок. Новое производство планируют запустить и компания КМК «Профиль». Здесь также побывал Болжан Абдишев. Завод занимается изготовлением профилированных листов и металлочерепицы. Эти материалы применяются в строительстве. Прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Далее все самое интересное. Баянаул. Райский уголок казахстанской природы. Лес, озеро. Чудесный отдых. А радоновая вода в озере Жасыбай сделает вас абсолютно здоровыми. Отдых вместе с Карлыгаш. Телефоны 42-42-15. 42-42-21. Акция «Профиль». Имени Бесенова, представители дворовых клубов и все желающие. Прямо на территории УВД Караганды были сожжены килограммы уже изъятых наркотических веществ. Сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом борются с наркоманией регулярно. В течение года по области организованной проведено около 200 бесед, лекций и семинаров с населением на тему здорового образа жизни. Также были проведены спортивные мероприятия, в которых приняли участие более 13 тысяч человек. Кроме того, все спецподразделения борьбы против наркобизнеса с успехом изъяли более 100 килограммов наркотиков, почти 25 килограмм героина, а это более 1 миллиона доз. Проводим акцию уничтожения наркотиков. В этом году из незаконного оборота наркотиков, из это более 125 килограмм наркотиков, из них 24 килограмма 650 грамм это героина. Это более 1 миллиона доз потребляющих наркотиков. Подростки избили пенсионеров в Караганде. Сотрудники Михайловского отдела полиции задержали группу молодых людей, которые из хулиганских побуждений избили двоих пенсионеров, сообщает пресс-служба ДВД. Двое из задержанных – родные братья. Двоим подросткам, которых задержали, едва исполнилось 14 и 15 лет, они школьники. Третьему из задержанных – 17, и он только закончил 11 класс. Четвертый – 16-летний подросток учится в лицее. Сотрудниками полиции через несколько числов после обращения потерпевших в полицию были задержаны четверо молодых жителей города в возрасте от 14 до 17 лет. Подростки дали признательные показания в том, что избили потерпевших из хулиганских побуждений. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 257 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть хулиганство ведется следствием. Значимые события в судебной системе. В Карагандинском областном суде прошел брифинг для представителей средств массовой информации. О резонансных делах расскажет Сергей Високосов. На брифинге сообщили, что в обществе получает популярность урегулирование споров в порядке медиации. В настоящее время в порядке медиации в судах Карагандинской области рассмотрено 27 уголовных дел. Из них наибольшее количество провел Саранский городской суд. Рассмотрено с применением медиации 31 гражданское дело. В апелляционной судебной коллегии по гражданским и уголовным делам рассмотрено только одно дело с применением процедуры медиации. На брифинге были оглашены и судебные дела, получившие общественный резонанс. Например, иск к АО СК Альянс Полис предъявил шахтер, который получил профессиональное заболевание, и 29-процентную утрату профессиональной трудоспособности. Задолженность по страховым выплатам на сегодняшний день составила более 900 тысяч тенге. Решением суда иск горнорабочего к АО СК Альянс Полис о взыскании по страховым выплатам удовлетворен. Накануне состоялась церемония вручения сертификатов проекта международного бакалавриата, который получил широкое распространение по всему миру. В шахтерской столице проект стартовал в октябре прошлого года. Организаторами выступили образовательный фонд Арселор Митл и организация международного бакалавриата. Подробности у нашего корреспондента. Проект длился в течение года. За это время преподаватели получили знания и навыки, которые они смогут внедрить в процессе обучения школьников. Торжественно открыл церемонию вручения сертификатов заместитель Акима Карагандинской области Бисимбай Жумабеков. Поприветствую вас от имени Акима Карагандинской области Болжам Тетевича Абдишева. Я хочу поприветствовать наших высоких гостей международного бакалавриата, проектантов этого большого проекта. Поблагодарить их за большую работу, которую они оказали нашему региону. Мы этот проект поддержали с первых дней. Я думаю, и в дальнейшем будем поддерживать. Значительную поддержку для реализации этого проекта оказали Арселор Миттл и организация международного бакалавриата. Все они задались одной целью – использовать мировой опыт в сфере образования Казахстана. Сегодня на базе Карагандинского экономического университета, который является одним из ведущих вузов республики в области экономического профиля, проводится успешное завершение семинаров по международной обе бакалавриаты. В октябре 2012 года в Карагандинской области стартовал совместный образовательный проект фонда Арселор Миттл и организация международного бакалавриата, преподавания и обучения в международной перспективе. Цель этого проекта – проведение передового опыта в сфере образования. Татьяна Акторидзе. Амина Смакова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев. Первый карагандинский. В мечетях Казахстана установят платежные терминалы садака. Теперь карагандинцы смогут сделать пожертвования через электронные терминалы. Представители духовенства видят в этом одни плюсы – экономия времени и повышение доверия населения к имамам. В частности, духовным управлением проявлен интерес и уже внимательно изучается предложенный агентством по делам религий проект внедрения в мечетях электронных терминалов приема денежных платежей на пожертвования. Новость о внедрении новых технологий в мечетях местных иманов порадовала. Как они отмечают, эта система будет очень удобна для всех. Терминалы садака очень удобные. Мы за внедрение их в мечетях. Теперь человек сможет сделать пожертвования через терминал. Номера карточек и идти в банкомат и стоять в очереди совсем не нужно. Лето – сплошной праздник для детей. Об этом позаботились Акимат Караганды и отдел образования. На днях более 300 детей выехали в детский оздоровительный центр «Салют». Как они проводят время на каникулах, узнаете из нашего сюжета. 17 июня в детском оздоровительном центре «Салют» – торжественное открытие сезона. Всего здесь планируется оздоровить около 2000 детей за 5 заездов. В центре ребятам будет предложено 5-разовое питание, овощи, фрукты, развлекательно-познавательные программы. Работают различные кружки по интересам, спортивные секции. Веселая пора для наших детей и особенно тревожная для нас, взрослых. И наша обязанность для детей сделать лето, чтобы оно было в первую очередь безопасным, интересным, ярким, полезным и запоминающимся. Первый концерт. Дискотеки и эстафеты ждут ребят впереди. Здесь отдыхают школьники из 38 школ Караганды. И первые дни доказывают, что им все это нравится. Так что, родители, не переживайте. Ваши дети ухожены, веселы и накормлены. А за свободой неназойливо следят воспитатели. Все делается для того, чтобы отдых был полноценным и надолго запомнился ребятам. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев. Первый. Карагандинский. С 19 по 21 июня в Караганде будет работать традиционная выставка продажа физиотерапевтических аппаратов производства Российского и Латомского приборного завода. Выставка пройдет в помещении аптеки номер 70 по улице Бухаржирау, 34. Физиотерапевтические аппараты с каждым годом становятся все более востребованными. Ведь ими можно пользоваться в домашних условиях и не ходить каждый день по кабинетам поликлиники. Они малогабаритны, удобны в эксплуатации. Завод-изготовитель дает гарантию на два года. Надо только прочесть аннотацию и выполнять советы лечащего врача. Аппараты можно использовать как взрослым, так и детям. Аппарат клинической физиотерапии Алмак-01 применяется для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний, таких как заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, невритов, желудочно-кишечного тракта, бронхолегочной системы. Аппарат Алмак-01 очень прост и удобен в применении в домашних условиях. Аппарат Алмак-01 широко применяется в клинической физиотерапии всех лечебных учреждений Караганды и Карагандинской области. Аппарат МОВИД предназначен для профилактики и лечения заболевания мужской мочи половой сферы, таких как хронический простатит, простатовизикулит, уретропростатит. Аппарат очень прост и удобен в применении в домашних условиях. Аппарат применяют для лечения ведущей урологи Караганды Карагандинской области. Клинически испытан. Аппарат теплотерапии FEA предназначен для лечения лорзоболеваний, таких как ангины, танзелиты, гаймориты, фронтиты. Аппарат простой и удобный в применении. Детям возможно применение аппарата с одного года взрослым без возрастных ограничений. Аппарат не критичен противопоказаниям и передозировкам. Если вы зайдете в опеку номер 70 по улице Бухаржарау, 34, где проходит выставка продажи физиотерапевтических аппаратов, без покупки или консультации не уйдете. Звоните по телефону 42 34 43 и вам ответят. С новостями спорта вас познакомит мой коллега Берик Капаров. Берик, здравствуй. Спасибо, Ирина. Очередные чемпионы в Караганде. Об этом и другом через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Фестиваль спортивных семей прошел в Караганде. Необычное соревнование проводится в рамках социального проекта отдела внутренней политики города Караганды. Приняли участие в семейном забеге и наши корреспонденты. Родители и дети с раскраснившимися лицами ползали, бегали, прыгали по залу в надежде завоевать победу и получить заслуженные награды. Призы небольшие, конфеты и приятные мелочи для дома. Организаторы проекта считают, что такие мероприятия идут на пользу не только здоровью, но и взаимоотношениям в семьях. Если не в семье, то где это будет воспитываться? Потому что именно в семье закладывается, что ребенок должен сходить в спортивный зал, на стадион, в спортивную школу, обязательно заниматься спортом. Это гораздо лучшее времяпрепровождение, чем в больницах или в поликлиниках. Это соревнование называется «Пройти с папой через туннель». Взрослые дети с энтузиазмом лезли в своеобразную пещеру. Взрослые с радостью вспомнили спортивное детство, а дети радовались, что наконец занятые мамой и папой вместе с ними гоняют мячи. Мы рады участию в этом спорте. Тебе понравилось? Мне очень понравилось. Все остались довольными, и дети, и родители. Координаторы проекта считают, что такие мероприятия должны проводиться ежегодно. Амина Смакова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев. Первый карагандинский. Карагандинцы стали чемпионами Европы. В Германии завершился чемпионат Старого Света по карате Киокушинкай. В числе призеров были и наши земляки. В главном первенстве Старого Света по карате принимали участие 140 спортсменов из 20 стран. Сборная Казахстана завершила турнир триумфом, заняв первое общекомандное место. В нашей сборной было шесть карагандинцев. Четверо стали призерами чемпионата. Чемпионат Европы, шестой чемпионат Европы по Киокушинкай карате проходил в Германии, город Швайнфурт. Участвовало 20 стран, 140 участников. Наши казахстанцы, наша сборная республики Казахстан заняла общекомандное первое место. Шесть карагандинцев участвовало в составе сборной и заняли мы четыре призовых места. Кренивецкий Владимир занял четвертое место. Жамилена Сабина Зейновна заняла второе место. Мешкова Регина заняла третье место. Ну и я, соответственно, занял первое место в абсолютной категории среди мужчин. На этом у меня все. Берегите себя и занимайтесь спортом. Спасибо, Берек. Наш выпуск подходит к концу. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Благодарим за внимание. Всего доброго. Аман Саубонсдар. Субтитры подогнал «Симон»